Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами стал я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какое же техническое обновление внесли разработчики, чем нам теперь будет помогать буковка Е, что значит бесконечная гонка, еще одна специальная новость, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большующее количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life'а и донатной валюты Star Coins'ов. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца, переходив в данную группу по ссылке в описании. Начнем с самой шокирующей новостью. На iOS-устройствах Star Stable вернулся Live! Да-да-да, те, у кого есть iPhone или же iPad'ы, вы можете спокойно зайти на свой аккаунт, который не имеет никакой подписки, то бишь замороженное игровое время, и увидеть пак не только за 249 рублей на покупку месячного Star Rider, но и Live за 4990. Это было вау, как неожиданно, но это подтвердилось. Правда, не знаю, пробовал ли кто-то его покупать, но он действительно висит в покупках на iPhone'ах с Rus' аккаунтами. Так что теперь вы можете сами при всем желании накопить, если у вас есть подходящая техника, и купить своему персонажу Live. Это очень неожиданно, и мы надеемся, что данный пак уже не уберут. Это очень дает хорошую надежду на то, что все идет в лучшую сторону, раз разработчики открыли нашим персонажам возможность купить Live. Обязательно пометочка, чтобы вы смогли увидеть данный пак, ваш персонаж должен быть без всякой либо подписки. Это значит, что если вы оплатили месяц Star Rider, или же если вы ввели бонус-код на 7 дней Star Rider, то вы данный пак увидеть не сможете. Не пугайтесь, он там есть, просто он вам сейчас не нужен, так как у вас есть активная подписка. Также у разработчиков явно снесло крышу, потому что они нам решили подарить аж 3 бонус-кода чуть ли не несколько дней подряд, или же в один день. Это бонус-код на очки и 50 Star Coins'ов. Следующий бонус-код был на 7 дней Star Rider'а. И последний код, который возмутил многих, это бонус-код на 35 Star Coins'ов. Непонятно, к чему все это идет. И также в слухах говорится, что за такие бонус-кодики будут не только Star Coins'ы, но еще и вещи, снаряжение, а также, возможно, лошадь. Это еще более шокирующая новость. Надеюсь, в будущем нам действительно все-таки скажут, будет ли это ежемесячным боевым, скажем так, пропуском, за который нам будут давать всякие плюшки, но в том числе лошадь. Интересно, какая это будет лошадь? По идее, они должны давать очень красивую масть на очень элегантной или очень интересной породе, но я бы лично хотела, чтобы они подарили бесплатно с помощью кодика какую-нибудь лошадку, которая подойдет абсолютно 7. А угодить с такой лошадью всем очень-очень сложно. Так что это все изменения по поводу бонус-кодов, лайфа, ну а также, возможно, когда-то бесплатной лошади. Теперь давайте перейдем к самому обновлению. Чем же теперь нам помогает буковка Е? Теперь, когда вы берете задание, где нужно что-то куда-то перетащить или что-то где-то взять, вам не обязательно открывать рюкзак и искать этот самый предмет. Теперь вы можете спокойно взять, положить его в инвентарь и подбегая к волшебным блесточкам, где вы должны использовать данный предмет, вы можете просто либо нажать, либо нажать буковку Е и ничего больше перетаскивать не надо. Согласитесь, вот это обновление очень полезное. Меня данная функция раздражала, точнее отсутствие данной функции раздражало, когда нужно было взять сеть, перетащить на рыбок и потом рыбки шевелятся взять эту сеть. Или же активация осколка Айден. Вам нужно взять осколок, положить ему камушку, взять волшебную палочку, перетащить на камушек, потом убрать этот камушек. И это очень раздражало, особенно если у вас еще и делали функцию, что вы не можете делать эти вещи сидя на лошади. Ну а теперь я надеюсь, что все можно делать сидя на лошади и с помощью просто прожатия буковки Е. Следующее большое обновление это отсутствие ограничения в некоторых гонках. Очень странно, непонятно, но при этом спасибо разработчики. Давайте расскажу поподробнее. У нас есть теперь несколько локаций с гонками, где имеются специальные фиолетовые значки и повторяемая гонка. Что же это значит? У нас есть гонки, которые вы можете проходить безграничное количество раз. Это значит, что вы можете пройти, подождать несколько секунд и вновь направиться на прохождение данной гонки. Это очень классно, это намного упрощает прокачку лошади. То бишь, теперь вы можете хоть целый день пробегать эти задания. Но, ну что меня смутило в данной системе? То, что допустим на виноградниках у нас есть трои гонки, они все без ограничений. То бишь, мы можем проходить абсолютно любую, хоть 50 раз. Но смысл проходить, допустим, нам гонку, самую первую, которая дает нам самое маленькое количество получаемого опыта для вашей лошади. 125 очков опыта, если можно просто бесконечно проходить третью гонку, которая, внимание, вот там уже дает 250 опыта. Я не помню последовательность появления этих гонок. То ли они все три появляются в доступе для вас и вашей лошади, то ли третья появляется чуть позже. Но сам факт, что лично я и, я думаю, все те игроки, у которых открыты абсолютно все гонки в хозяйстве Серебряной Поляны, будут просто постоянно проходить скаковую дорожку хозяйства, которая дает 250 опыта лошади. Где можно же найти данные гонки? Такие гонки находятся на виноградниках, одна на мельнице около фермы Стива и еще три в Фергров. Ну а также данные гонки присутствуют на чемпионатах в районе Морунда и Форт Пинт. Это значит, что вы можете приезжать туда, брать постоянное задание на прохождение тренировочное, я так понимаю, прохождение чемпионата и катать его. Но если мне не изменяет память, за эти гонки вы опыта не получаете. Разработчики делают красиво. Если раньше, когда вы заканчивали гонку, вам рассвечивалось окошечко с медалькой и результатом вашего забега, теперь, по их мнению, они сделали это все более красочным, более ярким, да так, что должно радовать наше сердце. И результат теперь выглядит вот так. Да, согласна, динамично и симпатично, но мне все-таки нравилось, когда окошко было маленьким. Здесь также показывается наше нынешнее время, наш лучший персональный рекорд и какого ранга, ну а также на какой лошади мы победили. То есть, в принципе, для хранения скриншотов это очень даже удобно. Но мне, как старичку, больше бы привычный старый вариант, потому что вот это вот во все окно меня как-то сбивает с толка. Что же еще переделали разработчики, о чем вы не могли бы заметить? Долгая загрузка надоела, теперь разработчики сделали все возможное, чтобы загрузка и вход в игру длился очень быстро, не более 10 секунд, плюс еще теперь и шикарный артик. Ну что ж, надеюсь, это помогло, особенно тем, у кого загрузка в ССО была минут по 10 в силу компьютера или интернета. Я надеюсь, теперь она намного быстрее. Также разработчики официально сообщили в новостной статье на своем сайте о том, что после данного обновления наверняка будут всякие косяки, ошибки и баги. И они будут делать все, что есть в их силах, чтобы исправить эти недоразумения и вернуть все, как было. Я, если честно, надеюсь, чтобы они еще что-нибудь починили, к примеру, аллюру у некоторых лошадей или другие более надоедающие баги. Ну а что же ждет нас на следующей неделе, вот это уже интересно. На ферме Стива есть круглый загон, который отлично подойдет для лонжирования. Если вы помните летний лагерь Вестерн, у нас уже была подобная, скажем так, гонка ежедневная, где мы брали нашу лошадку, шли в круглый загон и водили ее на чомбры. Это было очень классно и интересно, и все думали, что данная функция останется в игре постоянно, но разработчики, как всегда, нас обломали и увезли данную гонку вместе с летним лагером. Но теперь они планируют вводить данные гонки по всему юровику постепенно, и самая первая из таких гонок как раз появится на ферме Стива. Ну что же, это все новости на сегодня, посмотрим, что будет на следующей неделе, посмотрим, сколько людей резко сможет покупать себе лайв. Да, конечно, 5000 это намного дороже, чем было когда-то 200 с чем-то или 1800-1800 по скидке, но это не может не радовать, что абсолютно все, у кого есть айфоны с РУС аккаунтами, смогут покупать себе лайв. Я лично планирую это опробовать, буквально, наверное, в следующем месяце, так как у меня еще есть аккаунты, которым необходим лайв. Нужно же чем-то помогать обществу и проверять данные рабочие моменты технической стороны ССО. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Вы бы знали, на какой аккаунт я безумно хочу купить себе лайв. Субтитры подогнал «Симон»!